что заглянули. О чем хотелось бы поговорить? Обычно наши форматы девопса проходят как больше, так сказать, как лекция, как доклад, как выступление. Мне бы хотелось перевести немножко это в формат воркшопа, поделиться опытом, поделиться практическими решениями и сделать немножечко шаг в сторону еще один, потому что обычно мы рассказываем обо всем в своем опыте со стороны опса. Мне бы хотелось немножко добавить с девелоперской стороны и показать, как девопсы, продвинутые, могут помочь разработчикам решать практические проблемы, которые возникают, немножко разбираясь в тонкостях системы. Чем мы занимаемся? Если вы еще не слышали, наша команда занимается serverless computing, это function as a service, и мы умеем предоставлять функции как сервис как на устройствах, так и в облаке. В облаке реализовано уже достаточно давно, работает хорошее решение. Где-то летом мы пришли к тому, что научились запускаться на живых железяках. На живых железяках мы запускаемся в двух ипостасиях. У нас есть наш демон, который управляет контейнерами и уже из контейнеров запускает пользовательские функции. И у нас есть версия embedded, когда у нас наша софтинка встроена в докер-контейнер и окружение для запуска функции поставляется вместе с самой софтинкой в одном и том же докер-контейнере. Это работает. Немножко опять же сделаю такой флэшбэк, расскажу, что это такое. У нас есть функции, которые определяются пользователям, и они как-то реагируют на внешние события, которые приходят снаружи. Они могут приходить с разных источников данных, как от умных устройств, как от MQTT, Kafka мессенджеров, от MongoDB, от других баз данных, от файловых хранилищ. И эти пользовательские функции мы запускаем как обработчики этих событий, обрабатываем внутри и выдаем какой-то результат наружу. Такая продвинутая себе модель, я бы даже сказал, что она получше, чем лямбда-функции амазоновские, и она уже работает. Важным нашим преимуществом является именно возможность того, что мы можем работать как в облаке, так и на устройствах, не изменяя API, с которым мы работаем. Летом мы сделали вот эту версию HD Embedded, которая запускается внутри докер-контейнера. Успешно запустились, успешно уже получили фидбэк от первого бета-пользователя с рекомендациями, с пожеланиями. Развиваемся в этом направлении дальше. Останавливаться на достигнутом мы не хотели. И где-то в конце прошлого года обратили свое внимание на Canative. Это продукт от Google, работает в Google Cloud. Упрощенно говоря, это кубернетис, который не нужно конфигурировать. Он запускается, он предоставляет различные сервисы, он позволяет запускать в докер-контейнерах ворклоды, либо аппликейшены, как они называются, и формулировки Canative. То есть это докер-контейнер с приложением внутри, и к этому приложению можно обращаться. Опять же, там есть своя поддержка внешних событий, можно обращаться по HTTP-протоколу, взаимодействуя с приложением и работать с ним. Есть билдеры для этих приложений, есть автоматическое масштабирование. Если вы хотите работать в облаке и не хотите самостоятельно заниматься конфигурированием кубернетиса, можете обратить внимание на Canative, работает неплохо, работает интересно и предоставляет богатые возможности по взаимодействию как с Google Cloud событиями и сервисами, так и с рядом других внешних сервисов, с которыми он работает. Увидев то, что это может запускать докер-контейнеры, и докер-контейнеры по сути являются приложениями для Canative, мы порадовались тому, что у нас есть готовый докер-контейнер, в котором работает наше приложение, и попробовали его запустить. Перед Новым годом мы его успешно запустили, порадовались тому, что оно работает, что оно действительно скейлится, то есть мы можем запускать наше приложение. На слайдике мы можем увидеть, что у нас есть отдельно Python приложение, либо нодовские приложения, внутри которого Canative нам отскалировал и запустил несколько наших экземпляров со всеми зависимостями, и тем самым мы убедились в том, что в Canative мы можем доставить то, чего в нем нет. То есть Canative предоставляет приложение как сервис, мы предоставляем приложения, которые могут работать внутри Canative и предоставлять function as a service. Мы порадовались, ушли на новогодние каникулы, по выходу с новогодних каникулах мы поняли, что у нас не все так радужно. Когда мы работаем на каком-то окружении, либо на наших аппаратных железочках, либо на хосте, в котором мы это запускаем, у нас есть какой-то Volume, который мы можем подмонтировать в Docker контейнер, и внутри этого контейнера у нас есть Persistency, то есть у нас есть возможность сохранять State, который является конфигурацией, у нас есть возможность сохранять функции, которые мы запускаем. И когда у нас Docker контейнер опускается, прекращает свою работу, State у нас сохраняется на хостовой системе, при повторном запуске нашего контейнера, мы этот State можем считать и начать с ним работать снова, как будто все не прекращалось, и мы восстановили State, запустились и продолжили работать. Конфигурационные файлики наши и наши State, то есть это простые файлы, которые в JSON хранят ту конфигурацию, с которой мы работаем. Функции у нас поставляются в виде zip-архива, который содержит, собственно, код, который нужно исполнить, и манифест, в котором описывается мета-информация, то есть зависимости, каким образом запускать нашу функцию, и, в общем-то, что она требует, как ее запустить и какие параметры ей передать, общие для любого вызова этой функции. Все это хранится на волюме, это работает, и все бы было прекрасно, но есть одно но. Конейтив – это система, которая еще развивается, и в отличие от Кубернетиса, волюма она нам не предоставляет. Начали думать, как с этим работать. Одна из идей была – это переиспользовать сервисы Google, которые у нас есть, дописать какую-то прослойку типа registry-сервиса, в котором мы будем сохранять наши стейты, в котором мы будем хранить отдельно в виде блобов наши функции. Все бы было хорошо, но дело в том, что если мы создаем этот сервис внутри Конейтива, то Конейтив его автоматически тоже может отскилить. Он может запустить от нуля до одного инстанца, что в принципе нас устраивает, поскольку мы можем обратиться к внешнему сервису и получить синхронизацию с него. А может запустить уже и один, и два инстанца, и тогда у нас возникает вопрос по синхронизации этих инстанцев между собой. Обновление может быть зарегистрировано на одном сервисе, а второй сервис об этом никак не узнает. Потом подумали, что раз мы умеем работать с вольюмами и Конейтив не предоставляет вольюмы для нас, как бы нам научить наши контейнеры работать с вольюмами самостоятельно. Были идеи воспользоваться каким-нибудь network file storage, запустить NFS, SAS, кластерные файловые системы. Но опять же возникали те же вопросы с синхронизацией, вопросы с хранением стейта, с асинхронным обновлением событий. Вроде бы выглядело как простое решение, но дополнительная конфигурация и привнесение дополнительного сервиса убивало эту идею напрочь. Пришли к той идее, которой я долго сопротивлялся, из личной неприязни к MongoDB. Личная неприязнь возникла на самых ранних этапах столкновения с MongoDB. Я с ним столкнулся, когда он еще только зарождался. И был достаточно спорный и сложный момент. Ребята тогда внутри в качестве JavaScript-движка использовали Simank от Mozilla. А на самом деле MongoDB большую производительность показывал на гугловом V8-движке. Пересобирать все эти библиотечки, дай бог памяти, под Ubuntu 9.04 либо 10.04 приходилось самостоятельно. Поработал, собирал. Испытывая некоторую неприязнь к MongoDB, все-таки мы пришли к тому, что это решение достаточно хорошо подходит под наши условия. Что нам дает MongoDB? То есть наши конфигурации, наш стейт и даже наши функции мы можем хранить в MongoDB. Мы можем разнести это по разным базам для разных приложений. То есть для нодовских приложений у нас будет своя конфигурация, для пайтоновских приложений у нас будет своя конфигурация. Независимо от того, к какому из узлов для нашего приложения мы обращаемся по API либо с вызовом функции. У нас все это хранится в MongoDB. И получается такая единая точка синхронизации, с которой мы можем работать. То есть перенести стейт в MongoDB и работать по сценарию, который предполагает использование нашей системы. То есть сначала мы все это наконфигурировали, наше приложение, создали все необходимые конфигурации, засунули все функции. Все это готово, все это хранится. А после этого мы подключили источники внешних событий и начали с ними работать. Тогда при запуске приложения мы считываем стейт, считываем состояние функции, которые у нас есть в базе. Сразу же была реализована ленивая загрузка функции. То есть мы имеем список функций, которые нам доступны. И только в тот момент, когда мы исполняем функцию, если у нас ее нет в локальном инстанции, мы ее подгружаем из MongoDB. Все замечательно, все подходит. MongoDB замечательная вещь. Немножко о MongoDB. Система уже достаточно взрослая. Это новая скейт база данных, которая работает без схемы. Единицей записи в MongoDB является документ. Можно их рассматривать как JSON, но на самом деле оно использует BSON формат данных для хранения данных внутри. Позволяет хранить документы как вложенные, так и просто в виде JSON. Общее для всех документов требование – это наличие поля ID. Если мы не предоставляем поля ID как уникальный ключ, то MongoDB его создает самостоятельно. Поддерживает блоковые форматы. То есть мы можем сохранить просто бинарный объект. Размером до 16 мегабайт он хранится в обычной коллекции в MongoDB, которая соответствует базе данных в традиционной… Ой, таблице из базы данных в традиционной терминологии SQL баз данных. И есть расширение MongoDB, которое… GridFS, которое нам позволяет хранить более большие объемы данных, там мегабайты, гигабайты, петабайты, в зависимости от того, как это наконфигурировано. BSON – это формат данных, который хранится внутри MongoDB для каждой из записей. Это расширенный JSON формат. Кроме того, что он хранит данные в бинарном формате, примерчик можно посмотреть на вставочке, он его расширяет еще тем, что в качестве родных типов данных он принимает булевские типы данных, расширенные размеры для чисел, которые у нас как целой, так и с плавающей точкой поддерживаются. В отличие от общего формата number в JSON, может поддерживать таймстампы. Из интересных возможностей он может поддерживать JavaScript код внутри этого формата, BSON, и здесь у меня на вставочке нет, но вроде бы как даже поддерживает в качестве BSON формата, в качестве значения поля данных регулярные выражения, перл совместимые. Выглядит так, что обычно для поля мы записываем тип поля, размер поля, ну и собственно значение самого поля. Для чего это используется? BSON формат данных используется в MongoDB сквозным образом, то есть даже операция обращения к данным мы можем описывать в BSON формате и сами документы хранить в качестве BSON. Очень интересной возможностью самого MongoDB является то, что он автоматически поддерживает шардинг, перераспределение данных по нескольким нодам и поддерживает репликацию. Репликация у меня здесь отмечена звездочкой. На базе этой репликации мы, в общем-то, сделали тот трюк, о котором я хочу вам сегодня рассказать. Наша софтинка работает на Go. Для Go есть две основные библиотечки. Очень старая библиотечка, поддерживается, изначально поддерживалась Густаво Неймером. Начинается она с очень древних времен, еще выпущена вместе с MongoDB версией 1.8. Это как раз та версия, в которой шли войны между JavaScript инжайном внутренним, который работает. Поддерживалась она очень долгое время, и в нее контрибутили и сами сотрудники Mongo, и комьюнити. Но вот где-то год назад человек отказался уже поддерживать ее, его это, видимо, просто задолбало. Комьюнити создала свой форк, который на самом деле более продвинутый. MeGo — это библиотечка, с которой очень много проектов связано, с которой очень много работают, и большинство биндингов из Гошечки к Mongo осуществляется через библиотечку MeGo. У нас проект тоже уже достаточно зрелый, мы используем эту библиотеку, и исторически была выбрана она для того, чтобы работать с ней. Комьюнити поддерживаемая библиотечка Global Sign MeGo продвинулась немножко дальше, продвинулась вперед, и новые фичи, которых нет в стандартной реализации, можно найти в реализации из комьюнити. Но главная новость — то, что MongoDB буквально вчера зарелизила собственный драйвер для MongoDB и поддержки Go. Вчера пока готовил презентацию, видел, что 14 часов назад они реализовали версию 1.0, но поскольку мы проект развивали где-то начиная с Нового года, на тот момент она находилась в Альфе, мы внутри нашего проекта используем Mi-Gosh'ную реализацию. Как выглядит связь для MongoDB и Гош'ных файлов? Если вы работаете с Go, ничего военного не меняется. Мы используем, например, для одного из наших стейтов, это конфигурация событий, которые происходят, вот такую структурку данных, в которой вместо привычных JSON-описателей полей мы просто добавляем описание поля BASEN. Внутренние форматы данных мы маппим так, как они есть, так, как мы их используем. В частности, мы можем увидеть, что Options, которое у нас такое универсальное поле, которое мы используем для конфигурации, мы можем его просто передавать как RowMessage, и BASEN прекрасно с этим справляется, библиотечка его сериализует и может хранить внутри базы данных. Собственно, конфигурация того, что используется для нашей Endry, для нашей конфигурации ивентов, не включает в себя поле версии, и версию мы добавили для того трюка, с которым хотим работать, а именно для асинхронного обновления стейтов, конфигураций и изменения конфигурации в MongoDB, чтобы каждый раз на каждый запрос не лазить в базу, узнавать, что там у нас изменилось, либо есть ли у нас там эта конфигурация, мы ее обновляем асинхронно. Для этого мы определяем версию, как дополнительное поле, с которым мы работаем. Как происходит запись в MongoDB в нашем случае? Мы генерируем версию, то есть у нас пришло событие на создание нового ивента, который мы должны поддерживать внутри нашей конфигурации. Для него мы назначаем версию. Каждый ивент у нас уже автоматически внутри себя содержит уникальный ID. Эту ID мы тоже используем. Ну и, собственно, берем дальше конфигурацию нашего ивента и распарсим его в ту же самую структурку MongoEntry, которую я показывал на слайде перед этим. После этого у нас есть селектор. И мы производим запись в MongoDB. Производим запись в MongoDB, используя прикольную такую возможность в MongoDB. Мы можем сделать апдейт или инсерт, который называется абсерт в терминологии MongoDB. То есть, если у нас запись с подобным ID уже существует, то мы ее апдейтим. Если она не существует, то мы создаем новую запись. Достаточно просто. Это хорошо работает. Это код из живого гушного проекта, который я вам показываю, который у нас реально работает. Появляется поле селектор. Селектор – это то условие, которое мы задаем на то, чтобы осуществить непосредственно запись в базу данных. Это лимит. То есть, если вы знакомы с MongoDB Shell, нижняя вставочка содержит пример, как это происходит. То есть, мы вставляем запись с указанным ID, и при этом мы контролируем версию, которую мы передаем, что версия должна быть меньше того условия, которое мы задаем. То есть, LT – очень похожая терминология используется в башке, когда мы сравниваем между собой значения. То есть, мы говорим, что версия должна апдейтнуть, либо вставить запись с версией, которая… Ну, то есть, мы апдейтим ту версию, которая меньше. Если у нас версия больше или равна, то мы вывалимся с ошибочкой. И если кто-то, вот, пока мы создавали эту запись, уже создал запись с более новой версией, мы ее не перезапишем. То есть, вот такая вот фича, такая страховочка, которую мы заложили для себя. Вот. Запись удаляется из MongoDB. Тоже простым запросом мы ее удаляем по ID. В качестве ID мы используем ID из нашего ивента. Мы ее, как я уже показывал в примере, для конфигурации полей. Все достаточно просто. Это работает. Хотел бы вам сказать об этом. Вот. И мы просто удаляем ее… Выполняем запрос на удаление из базы данных. Это первая строка после объявления функции. И дальше удаляем у себя локальную копию. В локальной копии мы только храним ID. Соответствие записи между ID и версией, которая у нас имеется локально. Когда мы хотим получить какую-то запись из MongoDB, мы передаем ID и передаем версию. И из MongoDB мы забираем уже версию, либо такую же, либо версия, которая более новая. То есть это нам позволяет удержать нашу локальную конфигурацию, up-to-date и засинхронизированную с базой данных. Все это работает. Все это работает замечательно на том уровне, что когда у нас есть записи, с которыми мы работаем, и у нас осуществляется целостность по контролю версии. Прекрасно работает, когда мы можем обращаться каждый раз к базе данных. Но хотелось бы еще получить и асинхронные обновления из этой базы данных, если кто-то другой, какой-то другой инстанс нашего приложения уже осуществил создание новой конфигурации, либо закачал новый файлик с функциями, которые мы можем использовать. Тот самый трюк, о котором я хотел вам рассказать, MongoDB. MongoDB используют для репликации дополнительную коллекцию. Коллекция, опять же, я напомню, что можно ее условно представлять как таблицу из базы данных. OpsLock – это OperationLock. MongoDB – все записи осуществляют на мастер в реплике. Сама мастер реплика поддерживает эту табличку OpsLock. Для нее можно задать фиксированный размер. И по мере того, как обновляются записи внутри этой табличечки, как только мы исчерпываем размер на OpsLock, старые записи перезаписываются, и вместо них создаются новые записи. Реплики, которые обозначены у нас зеленым цветом на слайде, просто читают эту коллекцию и повторяют те операции, которые в ней происходят у себя локально. Для каждой операции, которая изменяет состояние нашей коллекции, insert, update или delete, мы создаем новую запись, новый документ в OpsLock, и, соответственно, мы можем таким образом трекать изменения в базе данных. Умея трекать изменения в базе данных, которые происходят, мы можем на основе этого запустить наш механизм, который будет с этим работать. Опять же, поскольку это табличечка, у нас, ну, либо коллекция привязана непосредственно к репликации, MongoDB должен быть запущен с флагом реплика-сет, мы стартуем Mongo, реплика-сет, задаем имя реплики, с которой мы собираемся работать. Это уже служебная информация, которую MongoDB поддерживает для восстановления, для поддержки репликации. В нашем конкретном случае нам нужно просто, чтобы эта табличка OpsLock создавалась, и мы могли с ней работать. Как выглядят документы, когда внутри этой таблички OpsLock? Да, то есть мы ее создали, сделали, инициировали реплика-сет, начали с ней работать. Внутри самой MongoDB есть база данных Local. Дальше мы обращаемся к коллекции OpsLock, и видим, что наша база данных создалась, и мы с ней можем работать. Видим, что внутри документа есть какие-то служебные поля, и что же они означают. Поле Timestamp TES, это время, когда произошла эта операция. Очень удобно, мы это тоже используем внутри, уже внутри того, когда мы трекаем изменения внутри этой таблички. Уникальный хэш-операция. Собственно, тип операции, которая произошла, для того, чтобы мы могли повторить на слэйве, либо отпарсить внутри себя. Namespace, это база данных и коллекция, внутри которой произошло изменение. И Object, на самом деле поле Object может быть 2, содержит объект, либо иди-шечку объекта, над которым произошли изменения, и те самые изменения, либо State объекта, тот документ, который изменился. Если мы посмотрим, вот первая строчка из лога, из этой табличечки, когда у нас происходит вставка объекта, то полностью копируется документ. Во второй строке мы апдейтим уже существующий документ, и тогда мы здесь делаем, передаем Object ID, и передаем те данные, которые у нас изменились. Это темно-зеленая строчка, вторая идет. Когда у нас происходит вставка документа, опять же, я обращаю внимание, что мы передаем весь документ, который изменился вместе с его Object ID. Когда мы удаляем документ, у нас возвращается только Object ID, который мы должны изменить. Трекая этот лог внутри реплики, мы повторяем те же операции внутри себя, внутри коллекции, и таким образом у нас реплики остаются в состоянии, синхронизуют свое состояние и работают с ними дальше. По репликации в MongoDB есть много отдельных трюков. Есть трюки, когда мы можем каскадировать репликации, то есть у нас реплики могут реплицироваться как с мастер-нодой, так и с другой репликой, но это уже тема для отдельного разговора, для отдельной дискуссии. Имея такую замечательную табличечку, мы хотим потрекать их у себя. То есть, когда наше приложение взаимодействует с MongoDB, мы делаем две разных операции, то есть два разных процесса, запущенных внутри нашего приложения. Первый процесс взаимодействует с MongoDB и пытается на запись вставлять, либо удалять записи от себя, от своего имени. Когда мы создаем какой-то стейт, он его записывает в MongoDB. И второй процесс, который трекает изменения внутри этой таблички. И эти изменения, в зависимости от версии того, что у нас произошло, мы накатываем внутри себя, внутри нашей локальной конфигурации. Таким образом поддерживаем кэш наших ивентов и наших функций в актуальном состоянии. И не лезем на каждый запрос по вызову функции внутри базы данных, для того, чтобы синхронизировать состояние и проверить, можем ли мы провести эту операцию, актуальна ли наша конфигурация. Таким образом мы сохраняем совместимость с MongoDB, мы сохраняем актуальность нашей конфигурации и резко уменьшаем количество запросов к базе данных. Актуализируя конфигурации по мере надобности, просто трека изменения внутри этой таблички OpsLock. Как это выглядит в гошном коде и как это происходит внутри MongoDB. То есть мы делаем выборку из коллекции OpsLock. Мы хотим выбирать только из нашей коллекции, которая привязана к нашему типу стейта. Мы хотим смотреть операции на вставку апдейта, либо удаление. И все, что нам нужно. Мы не хотим, мы поскольку обращаемся к коллекции, только той, которая нам интересна, и данные, которые мы можем выбрать в случае необходимости, загрузить их линейным образом, только тогда, когда они нам нужны. Мы из всего этого объема выбираем только операцию, которая произошла. Мы выбираем версию из документа, которая изменилась. И выбираем айдишечку этого документа, который нам нужен. Мы не тянем все изменения внутри коллекции. Соответственно, объем трафика мы по сети лишним не гоняем. Внутри гошного кода это выглядит так. То есть у нас есть какие-то дополнительные типы данных. Мы смотрим изменения айдин и изменения версий. Та полезная информация, которую мы трекаем из таблички OpsLock. Дополнительно ту информацию, которую мы собираемся обрабатывать, мы хотим выгрести операцию, которая происходит. Собственно, это то, что у нас в первой вставочке кода сформулировано. И квери, которые мы задаем на выборку непосредственно из нашей коллекции. Мы выбираем записи, которые у нас появились уже после того события, после того, как мы начали трекать. Они должны быть с более старшим таймстампом. Мы выбираем данные, которые у нас касаются изменения в базе данных. И выбираем из конкретного namespace. То есть это квери, это ограничитель. Это можно сказать, что как условия where в SQL запросе. Более того, мы делаем, есть такая возможность, что мы не делаем выборку постоянно, а мы используем трейлинговый запрос. То есть мы тейлим изменения в базе данных, мы получаем итератор, который выполняет наш запрос, который трекает только те изменения, трекает и возвращает те данные, которые изменились внутри базы данных после последнего обращения к этому итератору. И просто мы из итератора выгребаем следующее изменение. Он нам возвращает наши данные, которые нас интересуют. И из этих данных мы вызываем хендлер, который у нас специфичен для тех данных, которые мы выгребли из изменений в обслуге. И передаем ему операцию, которая произошла, айдишечек, на который эти данные изменились, и версию тех данных, которые мы поменяли. Внутри нашего обработчика, уже со стороны нашего стейта, есть такой обработчик, который у нас принимает операцию, которая у нас произошла. В данном случае для ивентов, если у нас произошло обновление либо вставка нового ивента, мы его просто апдейтим из базы данных. Если у нас внутри базы данных произошло удаление, то мы просто удаляем локальный маппинг для этого ивента, и этот ивент в конфигурации конкретного инстанца больше не поддерживается. То есть мы работаем с обслуг, с табличечкой, которая у нас является и предназначена для репликации, работаем как с обычной таблицей, и просто трекаем изменения внутри нее. Вот, собственно, пожалуй, и все, что я вам хотел рассказать о том трюке, когда мы используем внутренний механизм репликации для того, чтобы асинхронно поддерживать up-to-date нашу конфигурацию, конфигурацию наших ивентов. О MongoDB можно почитать прекрасные документации, BSON спецификация уже специфицирована, а есть RFC, который его описывает, есть документация по репликации, по Capit Collections, по реплика-сет, обслугу, ссылочки на библиотечки для работы с MongoDB, и вот рядом с Gofer'ом последняя ссылочка – это то, как инженеринг-комьюнити MongoDB пришли к тому, что стоит разрабатывать собственный драйвер на замену того драйвера, который поддерживается комьюнити. Собственно, как это работает. Этот трюк поддерживается не только с Go, естественно. Подобный трюк для реактового приложения можно посмотреть в Pusher-блоге. Там расписана работа с MongoDB. Более новые версии MongoDB поддерживают возможность подключения к самим коллекциям и Change Stream. Change Stream тоже работают непосредственно с той же самой коллекцией OpsLog. Но та оберточка, которую по выборке мы писали своими ручками, Change Stream ее поддерживают внутри себя. Вот, пожалуй, у меня все. Если вам интересно, надеюсь, было, или есть какие-то вопросы, готов их выслушать и по возможности ответить. Спасибо коллегам, с которыми работаем над этим проектом. С вами очень интересно и приятно работать. Вопросы?